В атмосфере дрифта, облака дыма и море адреналина, лучшие гонщики, любители собрались на Киевском автодроме, чтобы побороться за звание лучшего дрифтера и отточить свое мастерство. С гонщиками пообщалась Алена Клюзко. Алена Клюзко Своё будущее Иван связывает с автоспортом. Пока парень не достиг совершеннолетия, участвует в любительских гонках. Экстремальное увлечение началось два года назад с простой телепередачи. После этого как-то всё время думал, думал об этом, спрашивал, ездил на соревнования, смотрел. Получилось так, что нашли машину, нашли тренера и занимаемся. А это уже мастер-класс от Ярослава. Он трифтует два года. Говорит, это один из самых сложных видов автоспорта. Машина должна быть соответствующая. Лёгкая и заднеприводная. Нужно много надёжных шин, ведь комплект сгорает моментально. Но самое главное – мастерски настроенная подвеска. Колёса передняя подвеска подготавливается с большим выворотом, чтобы можно было избегать разворота на трассе. А задние колёса блокируются для того, чтобы машину было легче поставить в занос. Отметим, что как базу для построения спорткара дрифтёры умудряются использовать даже старенькие советские авто. При этом 24-я «Волга» сжжёт резину не хуже хвалёных иномарок. Проект «Стрит-дрифт» запустили в этом году. Вторая гонка собрала уже 45 дрифт-любителей. Это вдвое больше, чем первая. Подобные соревнования позволяют участникам, только начинающим свой путь в дрифте, набраться опыта и оттачивать мастерство на гоночной трассе. Это дрифт, не такой дрифт, как все привыкли видеть, профессиональный. Это именно стрит-дрифт, это ребята, которые по всей нашей стране ездят по парковкам. Сумасшедший потенциал у этой гонки мы планируем в следующем году дальше пытаться развиваться. Много дыма, адреналина, зрелищный парный дрифт, где мощные спорткары едут синхронно в сантиметрах друг от друга, вызывают восторг у зрителей. Поэтому организаторы планируют расширять масштабы соревнований, чтобы этим зрелищем смогло насладиться ещё больше желающих. Алена Клюскор, Руслан Белозёров, ЮАИ-ТВ